Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня о Рязанском доме ребенка и особенностях усыновления. У нас в гостях Елена Шацкая, главный врач дома ребенка. Здравствуйте. Здравствуйте. У многих деток, которые к вам попадают, судьба самого рождения сложилась не самым лучшим образом. Расскажите, как вы с ними работаете? Рязанский дом ребенка – это учреждение здравоохранения, в котором содержатся дети, оставшиеся без попечения родителей, или дети от матерей в трудной жизненной ситуации, от рождения до 4 лет. И, конечно, первая основная задача в отношении таких детей – это забота о их здоровье. Кроме того, конечно, актуальными являются воспитание этих детей, привитие им эстетического вкуса и социальная адаптация. Тем более дети эти бывают из разных обстоятельств, попавшие в наш дом ребенка. Иногда это не просто реабилитация, но абилитация. То есть дети не имеют определенных навыков, и нам приходится их формировать. Рязанский дом ребенка – единственное учреждение в области для детей-сирот с периода рождения до 4 лет. Оно создано на 150 мест, финансируется исключительно из бюджета. В дом ребенка поступают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с различной степенью тяжести психических и неврологических заболеваний, задержка физического развития, ДЦП. Ежегодно отсюда в новую семью уходят 100-120 воспитанников, и еще 20-30 возвращаются к родным родителям. В 2013 году был установлен своеобразный рекорд. В кровную семью вернулся 61 ребенок. А много ли деток к вам поступает? В этом году к нам поступило 155 детей. Подавляющее большинство этих детей – жители Рязани. А какие детки поступают? Самая частая причина помещения в дом ребенка – это отказ родителей, лишение родителей родительских прав, оставление детей в медицинских учреждениях и выявление беспризорных детей. Ну и также чуть меньше половины детей составляют дети временно размещенные у нас, дети матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как правило, это матери-одиночки. А многие ли из этих мальчиков и девочек обрели родители? Да, счастье, в этом году из 155 поступивших, 153 ребенка, у нас выбыли из нашего учреждения. Причем больше половины из них устроены в приемную, в замещающую семью. Чуть меньше половины вернулись в биологическую, к своим кровным родителям. А изменилась ситуация по сравнению с прошлыми годами? Ну вот в сравнении с 2012 годом ситуация наметилась отчетливое улучшение. А именно в усыновлении. В текущем году детей стало устанавливаться больше. В частности, устроены в замещающие семьи в этом году на 15% больше детей. И это, конечно, не может не радовать, поскольку совершенно очевидно то, что активизировалось российское усыновление. Это, конечно, говорит о значимых преобразованиях в обществе. Кроме того, не может не радовать то, что сменилась и мотивация к усыновлению. Если раньше усыновляли детей в основном бездетные пары, то сейчас очень часто приходится видеть абсолютно успешных, реализованных в жизни людей, имеющих кровных детей, которые с радостью принимают в свою семью второго, третьего, а то и четвертого малыша. Скажите, а снизился ли процент усыновления иностранными семьями? Если да, то с чем это связано? Да, в этом году у нас всего лишь один ребенок ушел в иностранную семью. Это наименьший показатель, пожалуй, за последние 20 лет. Но я не скажу, что я однозначно отношусь к вопросу иностранного усыновления. К счастью, все малыши, которые ранее были усыновлены из нашего дома ребенка в иностранные семьи, сейчас вполне счастливы. И в жизни их все благополучно. Это не может не радовать. Но с другой стороны, я не сомневаюсь, что предпочтительнее воспитание в аутентичной среде для каждого ребенка, естественно, в своей семье, а не в интернатном учреждении. Поэтому, наверное, в связи с этим самый наболевший и самый трудный вопрос в вопросе усыновления – это усыновление детей инвалидов. А как Вы думаете, почему активизировались наши мамы и папы? Я считаю, что это свидетельство каких-то политических преобразований, потому что от жалости и желания помочь материально и, может быть, уйти, отвернуться от проблемы, в современном обществе выстраивается такая концепция принятия детей. Вы, наверное, неоднократно видели и слышали слоган «Чужих детей не бывает». И вот это не может не радовать, что сейчас к этой проблеме общество относится именно так. И в последнее время активизировалось движение молодых людей-волонтеров, которые не просто хотят показать какую-то материальную помощь, но и активно принимать участие в жизни детей. Да, эти молодые люди, как правило, еще не созрели для того, чтобы усыновить этого ребенка. Они, как правило, еще не имеют собственных семей. Но при этом участвовать в жизни, принять этих детей, принять своей компанией, обществом для них – это цель и дело их жизни. И это, конечно, очень радует. А как Вы социализируете деток? По каким системам, может быть, работаете? Ну, в нашем учреждении с апреля 2013 года функционирует Центр реабилитации детей раннего возраста. И все дети с ограниченными возможностями, с особенностями развития и поведения проходят там дополнительную социализацию. То есть помимо того, что, естественно, дети социализируются и в самой системе воспитания дома ребенка, кроме того, еще и принимаются дополнительные меры по реабилитации и обилитации этих детей. Это и медицинская реабилитация. То есть достаточно большой комплекс медицинских мероприятий, которые способствуют и укреплению здоровья, и развитию навыков детей. Кроме этого, применяется инновационная педагогическая методика, цель которой прежде всего – сформировать у ребенка социальные навыки, адаптировать его в окружающей среде. И примером этой методики является нарастание сложности социальной какой-нибудь маленькой задачи. То есть прежде чем ребенок возьмет в руку ложку и начнет есть, он должен научиться копать совочком песок. Кроме того, проводится большая работа психолога. Причем работа психолога не только с детьми, но и с родителями приемными и биологическими. И это, конечно, тоже позволяет улучшить климат как в биологической семье, так и в приемном. Что нужно знать людям, которые собираются усыновить ребенка? В большей степени этот вопрос находится в компетенции органов опеки и попечительства. Но я, конечно, озвучу пять основных шагов. Первое – это принять взвешенное решение, взвесить все за и против. Причем это решение должно приниматься всеми членами семьи. Второе – пройти школу приемных родителей. Сейчас данная процедура обязательно, но это не только формальное мероприятие и какая-то бюрократическая препона. Все родители, прошедшие школу, говорят, что это было необходимо. Мало того, что 30% отказываются от своего желания. Следующий шаг – это подать заявление и подготовить документы, необходимые для усыновления ребенка. Далее следует судебное разбирательство и постсудебное оформление документов. Я пропустила важный этап – это выбор ребенка, который как раз происходит у нас в Доме ребенка. Впереди Новый год. Что бы Вы пожелали деткам, работникам Дома ребенка и всем телезрителям, которые нас смотрят? Ну, конечно, всем детям, родителям и, конечно, своим со замечательным сотрудникам, своему профессиональному коллективу. Я желаю, в первую очередь, здоровья, тепла в семьях, достойных зарплат и, конечно, стабильности и веры в будущее. Спасибо за беседу. Я желаю Вам счастья, здоровья, чтобы в Ваших семьях звучал счастливый детский смех. Субтитры сделал DimaTorzok